Долгожданный месяц Рамадан И в сердцах, безусловно, появляется грусть. Вроде только что мы его ждали, когда он придет, думали о том, сможем ли мы продержать или не сможем, даже небольшой страх был, и вот он уже прошел. И, безусловно, повторюсь, в сердцах верующая грусть. И это является показателем веры в сердцах людей. И хочется вспомнить слова Абу Бакра, Рады Аллаху Ангу. Когда умер пророк Мухаммад, Абу Бакр, да будет довольным Аллах, вышел к людям и сказал, Те, кто поклонялись Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, то он умер. А тот, кто поклоняется Аллаху, то Аллах, субхану ва таля, вечен и не умирает. И прочитал 30 аят из суры Азумар. Воистину, ты смертен, и они смертны. Все мы уйдем из этой жизни. И вот хочется сказать также в отношении Рамадана. Тот, кто поклонялся Рамадану, то Рамадан ушел. Но есть Аллах, субхану ва таля, вечный. Если мы поклонялись Аллаху, то он вечен и он никогда не умирает. Атыбан Маз'уда приводится, где он говорит, Не было дано рабу ничего лучше, чем хорошее мнение об Аллахе, субхану ва таля. Не будет иного воздаяния верующему человеку, который подумал об Аллахе хорошо, кроме того, что Аллах даст ему то, что он думал. Это изречение слабое, да аиф. Но ученые говорят, что хоть изречение слабое, но по значению, по смыслу оно является достоверным. Поэтому здесь, продержав пост, давайте будем думать об Аллахе хорошо. Инша Аллах, Аллах, субхану ва таля, принял наши посты. Инша Аллах, наши грехи прощены. А если есть какие-то большие грехи, за которые вы не попросили прощения, спешите попросить у Аллаха прощения. Если есть люди, у которых вы не попросили прощения, когда в свое время несправедливо отнеслись к ним, побыстрее попросите прощения и начните жизнь с чистого листа. До следующего рамадана неизвестно, доживем мы или не доживем. Но вот сейчас, продержав пост, мы можем начать все с чистого листа свою жизнь. Ибо Аллах, субхану ва таля, в суре Тааха говорит, И тот, кто последует праведным путем, тот не окажется заблудшим и не будет несчастным. Он будет счастливым. А тот, кто отвернется от напоминания, отвернется от канонов Аллаха, от Писания, от Корана, то его будет ожидать тяжкая жизнь. Давайте выберем легкую, счастливую жизнь, проявляя покорность Аллаху, субхану ва таля. Ибо даже после рамадана Аллах, субхану ва таля, готов принимать наши поклонения, готов прощать нам наши грехи. Ибо Он всемилостивый. Аллах вечен. Аллах, субхану ва таля, наимудрейший. Аллах, субхану ва таля, всемилостивый. И давайте будем продолжать совершать поклонения. И обратить внимание в качестве примеров, просто в качестве примеров. Проведем хадисы, где пророк Мухаммад, салли Аллаху, алейхи вассалям, говорит, Да будет погружен нос того, при ком вспомнили меня, и он не сказал мне салават. То есть настолько большой убыток. Он мог заработать большую награду, но он этого не сделал. И да будет погружен нос человека, который застал своих родителей старыми, и они не ввели его в рай. То есть он не использовал этот момент для того, чтобы попасть в рай. Обратите внимание, Аллах, субхану ва таля, в Коране говорит, Сура Саджда, 16 аят. Они отрывают свои бока от своих лож. Это ночью. И просит Аллаха со страхом и надеждой. И из того, что мы их наделили, они тратят. Дают закат. Обратите внимание, и здесь Аллах, субхану ва таля, готов вознаграждать. Скажи моим рабам, чтобы говорили или избирали наилучшие слова, когда будут разговаривать. Наилучшие слова. Со времен сотворения Адама, алейхиссалям, шайтан является для нас врагом. Сура Алисра, 53 аят. В хадисе, который приводит Муслим, говорится, что любое благое деяние сынов Адама будет умножаться. И за каждое благое деяние будет записано десятикратным, а может достичь и семиста кратного размера. Обратите внимание, много деяний. Все, безусловно, мы не перечислим. Но все эти деяния, обратите внимание, они не ограничены месяцем Рамадан. Не ограничены. Даже после месяца Рамадан необходимо продолжать поклоняться, ибо Аллах готов принять эти поклонения, простить нас за грехи. Однажды у Майка Тайсона спросили, почему боксеры СНГ лучшие в своем деле. И он сказал, потому что наши боксеры в Америке после соревнований идут, гуляют в бары и так далее. А боксеры СНГ после выигранных соревнований тут же идут тренироваться. И с подвижники пророка Мухаммада, саня Аллаху алейхи салям, после окончания Рамадана, начинали готовиться уже к следующему Рамадану. Почему? Потому что месяц Рамадан – это время соревнований в благих деяний. А к соревнованиям мы с вами готовимся заранее. Так вот, с подвижники начинали готовиться заранее. После окончания Рамадана они уже готовились к следующему Рамадану. Поэтому мы должны с них брать пример и готовиться к этим соревнованиям в месяц Рамадан, к соревнованиям в благих деяниях. И поверьте, мы будем с вами в выигрыше, если таким образом с вами поступим. И не нужно бояться, что наше пропитание будет меньше. Напомню вам хадис пророка Мухаммада, саня Аллаху алейхи салям, в котором он оповещает, что если человек будет убегать от своего пропитания, так же, как убегает от смерти, его пропитание настигнет его, так же, как настигает смерть. Наше пропитание будет нашим. Не нужно этого бояться. А тот, кто будет проявлять богобоязненность, тому мы дадим выход из любой ситуации. Поэтому призываю вас, себя и вас, призываю начать с чистого листа. Ибо стремление заработать рай, стремление заработать довольство Аллаха, оно прямо пропорционально счастью в нашем мире, в этом мире. После Рамадана у нас также есть обязанности перед Аллахом, обязанности перед близкими людьми и даже перед людьми, которых мы не знаем. Поэтому дай Аллаху, чтобы каждый из нас посвящал жизнь, проявляя покорность Создателю. Ибо праведные говорили, что в этой жизни необходимо жить по отношению к мирской жизни, так, как будто живете вечно. Не спешите, делайте свое дело. Но по отношению к следующей жизни готовьтесь не так, как будто вы сегодня вечером уже уйдете из жизни. Поэтому, устремляясь к покорности Аллаху, мы решаем не только свои проблемы, не только проблемы нашей семейной жизни, но и проблемы всего общества. Дай Аллаху, чтобы этот Рамадан повлиял на нас положительно, максимально положительно, чтобы мы становились с каждым днем лучше и двигались вперед, и были примерами для своих детей, для своих жен, для своих мужей и для всех людей в обществе. Субханакаллаху и бихамдик. Ла-Иллахиланд. Астахфир. Субтитры создавал DimaTorzok ДК. Субтитры подогнал «Симон»